Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Оксана, и сегодня я вам покажу бумагу фирмы Shizan. Для меня это новая бумага, я её только купила пару дней назад. Я этой бумагой никогда не пользовалась, я хочу поделиться своими впечатлениями. Этот лист бумаги какой-то весь пупыристый, очень много впадин, и я даже не представляю, как акварель на него ляжет. Но написано, что это бумага для профессиональной акварели, то есть должна быть хорошая. Ну вот я сейчас нанесу первый слой, пока бумага ещё мокрая. Я хочу покрыть эту бумагу такими тёплыми оттенками, для того, чтобы создать задний план для вечернего пейзажа. Особого плана у меня нет, пока я ещё даже и не знаю, как всё это получится, но я знаю, какие цвета я хочу использовать. Я хочу использовать кадмиум, потому что как кадмиум ложится на бумагу, это очень важно. Я хочу использовать диоксин, потому что диоксин способен уничтожить другие оттенки, другие цвета, и как быстро бумага в себя его впитает, это очень важно. Я хочу использовать земляные оттенки. Ну вот прошёл час, и, как вы видите, эта бумага до сих пор не высохла. Такого у меня ещё не было. Обычно за час даже самая такая промокающая бумага высыхает, а эта бумага стала как промокашка, как наша старая советская промокашка. Но я всё равно буду продолжать. Может, эта бумага рассчитана на то, чтобы на ней рисовали по-мокрому, и она будет держать форму краски в мокром состоянии. Я пытаюсь взять больше воды, чтобы увидеть, как она течёт, чтобы создать потёки. Но потёки, честно говоря, не получаются. Как вы видите, расходится краска, и красиво расходится, но именно нет потёков. Есть такие бумаги, которые именно сделаны для потёков. И когда вам надо, чтобы были бегущие такие линии, то эта бумага хорошая. Ну вот я сейчас добавляю кадмиум. И я посмотрю, что с этим кадмием случится, когда он высохнет. Я не знаю, видно ли на экране, но мне уже видно проявляющиеся какие-то точечки. Если вы увидите, посредине бумаги какая-то непонятная полоса, волокно какое-то. И потом много разных других точечек. Это мне уже не нравится. То есть однородную поверхность на этой бумаге уже не создать. Вот сейчас я размешиваю диоксин. Это фиолетовый. И немножко красного. И мы посмотрим, что с этим случится. Значит, эта гора теперь будет на более ближнем плане. Моя самая любимая бумага, я вам хочу сказать, это Арчис. Это французская бумага. Это бумага, которой можно доверять всё. Ей можно доверять пейзажи по мокрому, пейзажи по сухому. Пейзажи, когда бумага лежит. Пейзажи, когда бумага вертикальна. Эта бумага ведёт себя хорошо в любом положении. Так, ну сейчас я смешиваю веридиан зелёный и диоксин фиолетовый. Опять же, я это делаю не ради получения какого цвета. Я хочу посмотреть, что высохнет первой, что впитается в первую бумагу. Потому что обычно мы, я знаю, когда я училась в советское время в художественной школе, то этому никто значения не придавал. Может, про это преподаватели даже и не знали. Но здесь, когда я ходила на разные курсы, особенно на курсы производителей материалов, то там много учишься. И я вот была на, ну как типа выставка-показ Винза-Ньютон, и они показывали соединение своих красок. И вот они взяли свой красный и свой ультрамарин, смешали эти, водой смешали эти краски, положили на бумагу. И когда высохло, получилось, что красная легла первая, и высохла первая. И потом на этом красном фоне были яркие, тёмно-синие точечки. То есть, если, например, вы делаете воду какую-то красную с этими синими точечками, это прямо шикарный был эффект. То есть, это всё продумано в этих красках, какая с чем смешивается, что получится. Вот это прошёл час, и после этого я ещё феном сушила полчаса. И всё равно вот в данный момент влажная бумага, вы видите, как она расходится, краска. То есть, эта бумага до сих пор влажная. Что мне в этой бумаге ещё не нравится, как она сильно блестит. И я не знаю, как блестит на камере, но глазами мне, в принципе, не видно, что у меня получается от этого блеска. Ну, конечно, когда высыхает, уже блеска нет, но вот именно в состоянии рисования, то блестит невероятно. Ну, теперь я буду создавать ёлочки. То есть, это уже у меня будет четвёртый слой краски. И иногда есть бумаги, которые в это время уже перестают функционировать. То есть, они не берут эту краску. Начинают предыдущие слоя слезать. Слой слезать. Но на этой краске держится. Как вы видите, за моей кисточкой краска не поднимается. Но я посмотрю ещё, как высохнет, потому что у меня такое чувство, всё, что я делаю, просто впитывается вовнутрь. И на поверхности остаётся очень мало. И что мне ещё не нравится, вот это постоянное впечатление грязи. То есть, как эта краска впитывается вовнутрь бумаги, и в каких-то местах остаются вот эти тёмные точечки от этого диоксина, от этого веридиан. Кадмиум, кстати, исчез вообще. Кадмиум полностью съелся. Вот этот жёлтый, который, где вода будет видна, это как раз земляной цвет остался. Потому что кадмиум обычно высыхает ярче. Ну вот теперь это более близкая гора с ёлочками. Не шишкин, конечно. Но тоже ничего. В ёлочках самое главное, это чтобы рука вроде как дрожала, что тогда получатся вот эти расстояния между веточками. И оно от этого получается красивый эффект, особенно если сзади какой-то тёплый задний фон. Тогда эти ёлочки будут смотреться немножечко лучше. Ну, я уже, честно говоря, расстроена, потому что эта бумага дорогая. Всё-таки 20 долларов за 5 листов ожидаешь большего. Это я хорошо попалась. Если вы это видео досмотрите или не досмотрите, отмотайте вперёд и посмотрите обложку этой бумаги, чтобы вы на такое не попались. Потому что её в последнее время очень много в интернете появляется. Это фирма индийская. Бумага произведена в Индии. Написано, что она абсолютно сделана вручную. Так про состав в принципе не написано. Очень часто в акварельную бумагу добавляют желатин. И от желатина эта бумага, она меньше впитывает. То я не знаю, как эта бумага сделана. Что, зайчик? I kind of need your computer. You need my computer, honey? Yeah. You know, I'm recording sound for my video. Do you think you can wait a couple minutes? Тут мой ребёнок. Моя дочка пришла и просит мой компьютер. Because I need it for school, honey. You have pictures on your computer and I need pictures for school. I need to put it on to like... Okay, let me finish. Так, ну вот это прошёл уже час. Ещё полчаса я опять сушила феном. Так, в принципе, ничего. Этот задний план ничего. Единственное, что мне не нравится, вот эта грязь там впереди. Ну, где была возможность у этой бумаги всосать в себя вот этот диоксин, ультрамарин, вот эти вот точки. Это она, конечно, сделала. Вот это называется негативное рисование, когда вы рисуете, создаёте предмет, рисуя снаружи. Так, ну теперь вода. Честно говоря, к этому времени я уже так разочарована, что я эту картину еле закончила. Мне хотелось просто бросить. Но такой характер, что надо всё доводить до конца. Ну всё, спасибо за внимание. Я надеюсь, что это видео хоть в какой-то мере было поучительное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok